считается и с этим трудно спорить что инвестициям недвижимость эта игра в долгу давайте посвятим несколько минут обсуждению этого вопроса а заодно посмотрим как правильно планировать свои вложения хотя бы на начальном этапе какой минимальный срок возможен у инвестиций в недвижимость на самом деле это не всегда десятилетия самые короткие сроки у инвестирования в строительные проекты то есть построили продали здесь полный цикл от момента подбора перспективного варианта до продажи может составлять скажем три года сейчас в германии получение разрешения занимает больше чем еще пять лет назад время но все равно это не десятилетие если мы планируем покупку и дальнейшую перепродажу уже функционирующего объекта то здесь минимальный горизонт планирования я бы определила как раз в десять лет ты покупаешь объект тебе предстоят дополнительные расходы самый минимум 10 процентов налоги комиссии маклеру и так далее содержание обслуживания недвижимости в течение всего периода это тоже расход поскольку редко какой рынок успевает вырасти на 10 а тем более 20 процентов за 35 лет спекулятивные инвестиции это долгая история подбор объекта осуществляется в том числе под конкретный инвестиционный срок например вам интересна десятилетняя инвестиция и вы планируете приобрести торговый центр арендный договор в котором рассчитан именно на 10 лет в принципе у вас есть два варианта продать объект условно через восемь лет с оставшимся сроком двухлетним сроком аренды и разумеется по более низкой цене или заключить новый договор аренды в этот момент объект подорожает в торговой недвижимости когда есть один якорный арендатор мы их можем хорошо калькулировать просчитывать все варианты поэтому выходить из инвестиций лучше на пике только при заключении нового договора а например офисный центр предполагает много арендаторов и у них вероятно будут разные договоры аренды здесь типичных решений нет все зависит от конкретного случая и не исключено что калькуляция подскажет что лучший вариант это перепродажа до крупной модернизации в любом случае повторюсь вы сами должны определиться со сроком инвестирования и только потом подбирать объект и вот когда вы начинаете рассматривать различные варианты оценивайте их исходя из своих жизненных планов мой совет представьте себе картинку что будет через 15 20 30 лет хотите ли вы чтобы это здание перешло по наследству например вашим детям или может быть вы хотите через 20 или 30 лет продать недвижимость и путешествовать по всему миру или может интереснее чтобы это здание приносило вам регулярный доход чтобы вы могли путешествовать на деньги от ренты то есть вы формируете идеальное представление о будущем для инвесторов среднего возраста популярный срок планирования до выхода на пенсию и вот на этот срок мы с вами должны просчитать что будет происходить с недвижимостью в германии это возможно скажем период 15 лет к этому времени все долговые обязательства были выплачены вы можете свободно распоряжаться активами соответственно ваши кредитные обязательства должны быть рассчитаны на этот период в следующей серии проекта с какой суммы можно начать инвестировать в германии подписывайтесь на youtube канал прианру ставьте лайки спрашивайте и комментируйте но если не хотите пропустить новые серии проекта жмите на звонок оповещения а